приветствую на моем youtube канале хочу поговорить за полякать так сказать тему о том о чем же сегодня ну как бы не столько проповедуют пастыря основная масса а скоро что они вообще вот их общее такая тема проповедь в чем суть некоторые настолько одурманены и одурачены что они считают что пастыря это такой вот некий голос божь это только отчасти это только отчасти когда ты понимаешь всю картину целиком как с тобой разговаривает отец то по сути дела ты начинаешь понимать что тебя вот эти же пастыря не умышленно не умышленно я уверен что не умышленно это все делается хотя вероятно всего что может быть есть такие которые умышленно это вот не умышленно так сказать создают такую ситуацию при которых они вдумают что это бог говорит значит такое место есть писание где сказано станет такой человек греха сын погибели противящийся превозносящийся выше всего названного богом или святыни в храме божьем сядет как бог будет выдавать себя за бог если кто имеет мудрость то сочти число зверя число его человеческое мы никто я в том числе и медведь детей божьих не пытаемся выдавать себя за бог да так сказать за него встать сказать вот а там выдают тема же пастырей вот этих вот церквей которые так сказать выдают себя за бог состоит в том состоит в том чтобы люди считали что они раздают хлеб что якобы они кормят детей всевышнего что якобы они такие представители всевышнего на земле и вот они стоят со сцены болякают сами считают учат людей так считает что якобы знаешь это на самом деле великое искушение таким образом можно людей настроить просто-напросто чтобы все было внимание на тебе потом ты соответственно можешь любую тему за полякать за бабло и тебе будут бабло приносить потому что ты же бог тебя ж надо почитать за бога как один певец мне после этого просто неприятно было его слушать его песни хотя пока я не услышал эти слова вроде все было нормально только услышал мне стало неприятно говорит почтить его вашими деньгами я ж вас тут развлекал пел поклонялся нет присутствия отца был папа характер такой знаешь безгранично влюблен своих детей даже детей если гадости говорят иногда делают вещи неправильно просто милостиво относится каждому из нас папа такой поэтому присутствие его может быть на любом собрании где собрались и у детей там буй даже если пастырь выдает себя за бога просто когда это раскрывается все вот это вот ахинея махинации манипуляции когда дети да да доходит действительно и доверяя до реальности того что на самом деле происходит ваша реальность открывает дух святой и без его реальности люди будут продолжать приходить в это собрание и оставаться в дурмане и папа почему там присутствием своем выводит оттуда своих детей или пытается вообще спасти все собрание и по сути дела создана такая вообще система вот есть прихожане они приходят прихожане приходят и смотрят в рот пастырю который болякает о чем-то и никто не понимает что на самом деле вообще какую цель преследует небесный отец что же он хочет от тебя вот там создано вот это вот ахинея по поводу того что якобы пастырь это тот человек через которого говорит бог да бог может говорить через кого угодно но пастыря уже поставили в ранг было и ты уже слушаешь не было пастыря и тебе уже постоянно нужны проповеди из интернета я не знаю откуда не хорошо когда ты слушаешь проповеди братьев каких-то одно дело как бы сказать делится с тобой ты делишься с тем что у тебя есть они делятся с тобой тем что у них есть оно созвучно с тем что у тебя уже и так внутри есть потому что ты слушаешь она откликается внутри тебя и ты как бы начинаешь понимать блин а нож у меня уже есть понимаешь да о том о чем я говорю сейчас получается такая интересная штука давай сейчас будем сейчас не столько них сейчас говорить о том как на самом деле отец порядок того чего он делает ты получаешь внутри какое-то понимание откровения отец уже в тебя что-то вложил вы собираетесь вдвоем или втроем больше народа любой человек которого отец например выбрал для того чтобы тот был таким неким активатором в каждом с вашем собрании это может быть кто угодно ты скажешь кто такой пастырь пастырь это тот кто учит детей всевышнего младенца часто о том как слышать и понимать отца если ты меня слушаешь и ты пастырь твоя первоначальная функция научить детей всевышнего слышать и понимать отца но если ты сам не слышишь и не понимаешь отца какой ты пастырь как ты научишь детей всевышнего слышать и понимать отца функция пастыря привести куда на злачные пажите овец нету просто подумай зачем на злачные пажите получать что откровение на злачных пажите дети всевышнего которые еще не выросли они названы овцами овечками и пастырь нужен чтобы привести их на злачные пажите привести их к пониманию что такое откровение привести их к пониманию не самому дать им понимания привести их к пониманию бла хакут дух святой даёт им понимание ты приводишь то им рассказываешь как бы ведешь их туда ведешь их к откровению ведешь их к пониманию и они начинают получать откровение понимание ты уже больше не ну как будут в этом контексте все они начали понимать а а вот она что-то начали получать от первыми ты уже здесь в качестве некого активатора потому что ты первый начинаешь получать некие откровения от отца ты высвобождаешь их а они уже впоследствии они уже получили откровение точно так же как и ты но ты уже высвобождаешь это откровение и они уже получившие также откровение не от тебя от отца у них уже внутри есть то что ты будешь говорить у них уже это есть и они твоя функция заключается в том чтобы как бы сказать разархивировать активировать просто когда ты начинаешь высвобождать это откровение и у них уже есть это откровение происходит соединение таких вот неких откровений да у них уже есть но они еще сомневаются от бога ли это или нет когда ты начинаешь высвобождать они понимают у меня же это тоже самое есть активация происходит и они учатся тем самым начинают учиться понимать голос отца перевари перевари переварил вот что значит как пастырь приводит на злачные пожить и то есть отец как бы использует тебя пастыря до если ты пастырь в качестве как бы представляет себя тобою для овец которых он ведет на злачные пожить и чтобы ему их накормить нет ты кормить и как бы ты как бы участвуешь во всем этом на самом деле откровение дает руаха кодыш и вот происходит определенный процесс возрастания и когда овцы все таки вырастают и понимают что у отец все таки вот он как со мной разговаривает они научились получать откровения не научились слышать отца да потом уже все пастырь отпадает вообще не нужен они сами уже становятся пастырями для других овец начинают их учить ну там каждый дух святой разделяет каждому свои вот эти вот функции до который он хочет наделять этих кому-то там благотворители он уже понимает что такое откровением понимает как отец с ним разговаривает и все начинается с откровения с откровения все начинается я здесь сейчас не говорю про языки про техническую часть получения откровений каким образом откровения вообще появляется мы сейчас немножко не об этом я о том что в чем вообще заключается функция пастыря и теперь сравни что делают вот эти пастыря они заменили собой бога буквально исполнив место с писания что он придет в храм будет давать в храме божьем как бог будет выдавать себя за бог я не пытаюсь кичится говорить кричать всем да там что я пастырь хотя я паст по призванию основная функция моя это научить тебя привести вернее тебя в понимание и осознание что такое откровение где они зарождаются в тебе каким образом их получать можно это не вообще приходит где научена этим вещам уже сам начинаешь ходить с отцом и я уже не нужно мое пастырство на этом заканчивается затем у нас происходит такая вещь да мы просто делимся с друг другом когда мы уже научены да и мы питаем и хлебом с неба потому что откровение это хлеб с неба это сам и шоа хамоше паузу дел чтобы ты немножко переварила если ты не в курсе откровение которое ты получаешь небо это сам и шоа хамошех предыдущих как бы темах я немножко раскрывал эту тему вот мы просто так же продолжаем делиться друг другом тем что отец нам дает потому что это очень интересно делиться тем что отец тебе дает когда те те что-то открывать тебе хочется поделиться с этим со всем миром потому что это делать тебя свободным отец продолжает тебя кормить и он становится тебе непосредственно пастырем непосредственно учителем он тебя кормит питает учит наставляет ведет направляет ты не должен уже никого здесь как бы до непосредственно быть там с послушным кому то конкретно до кому то человеку послушаем только если тебе отец например открыл и кто-то тебе сказал о том же сам что внутри тебя уже есть это такие нюансы которые не будем сейчас разбирать здесь подробно о том что кого нужно служится кому не нужно служатся как павел сказал да такие вещи что непокорный непокорен не человеком а богу а потому что внутри этого человека бог уже об этом говорит и потом он уже стал говорить вкладывая откровение в ков кого-то еще и когда кто-то еще это начинает откровение высказывать этому человеку у него уже внутри есть это понимание откровения он и усердно не слушает об этом павел говорил непокорно непокорим не человеком а богу тупого подчинения я неприемлемо непонятно вообще основанного ни на чем просто потому что кто-то решил что нужно слушаться и меня не на слушайтесь у тебя нет такого откровения понимания ясности да зачем поэтому как бы вот хотелось поделиться немножко о том что на самом деле функция пастыря функция основная пастыря и вот что делают вот эти вот пастыря вот как бы в этом видео я поделился всего хорошего благословения